ребят всем огромное здравствуйте алексей как всегда с вами что я подумал мне кажется интересно летом было бы получить больше контента связанного с вылазками на природу да и мы рецепты не трогаем мы дел как делали так и будем делать но вот эти обзоры когда я делаю на два-три продукта мне не нравится мы пошли в магазин лента и купили исключительно все продукты 365 для пикника начиная этот гриль мы все не задействуем зато мы с вами задействуем сегодня вот это вот вот это вот потом мы купили мангал мы купили уголь причем вы знаете цены не самые дешевые даже розжиг купили купили шашлыки 365 купили крылышки 365 и остальные сопутствующие продукты поэтому сегодня мы с вами проверим можно ли кайфануть на природе с помощью фирмы 365 если эта тема зайдет вы там маякнить некие лайки мы собирать не будем я бы хотел закупиться в азбуке вкуса я уже прикинул конечно там получится 1000 на 10 разных продуктов там шашлыки стоит я не знаю из чего это наверное маринад с трюфелями потому что такого дорогого мяса я еще не видел и так что у нас сегодня есть к сожалению 365 не делает розжиг для угля но мы взяли ленту и стоимость 90 рублей я вообще сказать по правде не использую такие розжиги попозже скажу как я делаю барбекю гриль он продается исключительно в ленте я нигде больше не видел стоимость его 700 рублей вместе сегодня соберем и посмотрим я решил шикануть и взять было два разных мангала я взял за 300 рублей но он уже с шестью шампурами и достаточно большой уголь 365 два с половиной килограмма не знаем что внутри сегодня все посмотрим он обошелся мне в 182 рубля одноразовые тарелки 12 штук обойдется в 12 рублей 50 копеек практически рубль за тарелку следующее у нас идет ножи будем сегодня резать это конечно не самура но все же 10 рублей 12 штук вилки 5 рублей кстати ребята вот объясните пожалуйста 12 штук вроде бы одинаковое количество материал используется почему такая разница в цене я просто не понимаю салфетки 14 рублей дальше идет квас ну какая же вылазка на природу без вкусного кваса я взял 365 и здесь ценник господа 40 рублей я бы не сказал что это шибко шибко дешево розжиг есть уголь есть мангал есть чем это все разжигать спички к сожалению они делают поэтому я взял зажигалку 365 она обойдется в 20 рублей вот такая замечательная да ребята по ходу дела 20 рублей это без газа если я серьезно мы реально ржали уже потому что ну вот следующий продукт это аджика к шашлыку почему бы нет 39 рублей взяли также ассорти ну что на огурцы помидоры маринованные лай красота обойдутся в 75 рублей надо сказать что вот этот продукт я беру достаточно часто это пита вот здесь она прям вот ну как надо мы и взяли чтобы закусывать мясо и тому подобное морс клюквенный обойдется в 45 рублей вот этот продукт я уже еще раз вам говорил я вот икру успокоен а вот к этой штуке я прям неровно дышу это икра из баклажанов посмотрим как они делают обошлась она в 34 рубля и дальше мой взор упал на сыр голландский я чуть раньше его не замечал вот он стоимость его 159 рублей но и для того чтобы стол был нарядный красивый я взял сельдь вот такую вот 365 стоимость 52 рубля ну а теперь основные блюда шашлык из свинины к сожалению производитель не пишет ни категорию не из какой части свинины это сделано 2 килограмма 418 грамм 483 рубля за один килограмм именно мясо то есть без маринада мы с вами то есть 1 и 7 как здесь написано мы заплатим 283 рубля но и шашлык из курицы два килограмма двести пятьдесят девять рублей 98 копеек за один килограмм с нас попросить здесь один и четыре чистый вес сто восемьдесят пять рублей я конечно доверяю данным производителям но перепроверить все-таки надо не обманывают ли они нас с весом поэтому что я делаю мы сейчас откроем все по нашей схеме ребята я вот честно мне хочется убедиться в том что ребята нас с вами не обманывают не на и горе вы до нас и так все блины и горе вают поэтому мы с вами открываем и делаем отбу анбоксинг вот они куски посмотрите опять же у меня большие вопросы как вот они представляют себе на шампуре вне вот этих кусков ну это так вот условно что мы делаем мы с вами закидываем сюда исключительно мясо слушать она очень слева даже покажи пожалуйста вот это вот это ей вот это ее и покажи пожалуйста вот то есть да вот есть вот такие куски которые сгорят люди просто абсолютно не думают об этом фиолетово и вот вот наташ ты посмотри реально ее какое это в узле она а вот она запуталась что ли я не знаю кстати как распутать ну ладно хорошо суть не в этом мясо очень склизкая я не знаю насколько камера передает она как в таком желе небольшом цвет но если у нас баланс белого правильно настроен то вы его сразу же расчехлите вот наташ вот ребята вы много говорили что я типа придираюсь вот я придираюсь вот скажите честно я придираюсь вот к этому вот мы пошли на природу пластмассовым ножичком сейчас будем вот это отчекрыживать ну ребят но вы чё сидел это вот настолько тяп-ляп да вот здесь такой кусок а здесь такие суши сами придумаю чё то есть это надо разрезать будет вот у нас все это лежит здесь вот видите вы или нет что это за маринад он густой как будто это закрахмалено специально ребята родные я пробовал много шашлыков мы пробовали шашлыки от зеленой фермы но такого запаха в маринаде это вот пахнет носком на носком это пахнет грязными носками и вот я по-другому не могу ничего сказать это пахнет знаете когда в поезде проходишь этот запах это неприятный маринад при том что это здесь это не дешево теперь давайте мы с вами все это взвесим да кстати стой не специально мы только что узнали мы ни в коем случае не топим никого ничего но делает для них угадайте кто мпк отяшевский давайте взвесим ставим сюда тару при вас все сбрасываем нули пошли иди сюда так вот у нас стояла это где-то минут 5-6 вот посмотрите пожалуйста что здесь составе нет крахмала но вот вы понимаете да это не стекает желе это просто желе теперь мы с вами взвесим это мясо на непонятное вес 2 2 277 ну а теперь давайте посмотрим куриный на кости это делает на сказать не отяшево ну здесь хоть да видно что какие-то специи плавают эти чеснок а это лимон масло да то есть там вот не лука не было ни на ничего ну да это не совсем аппетитно выглядит с другой стороны у них вот такое может быть единство что хочу сказать ребята сейчас чувствую большое количество масла здесь находится но вот это я понимаю как на гриле приготовить понимаешь наташ а как-то куски на шампура сейчас мы еще шампуры посмотрим какие я думаю сегодня будет очень весело кстати перец даже есть непонятно зачем и какой болгарский перец вкус дает я не совсем понимаю мне кажется проще просто паприки бахнуть и дешевле как мне кажется перца до много сын даже помидорка и смотри покажи царе реально помидоры есть ну то есть люди немножко под запариваются здесь с маринадом я тебе про это говорю мясо немного постояло вот количество маринада теперь покажи просто весы что у нас нули стоящему никого не обманываем загружаем сюда мясо сейчас посмотрим сколько весово 1 250 должно быть 1 400 вот пожалуйста не до вес на пустом месте вот просто на пустом вот можно уже представить мы с вами на природе надо собирать мангал и гриль давайте с вами это сделал мне конечно как человек который безумно любит гриле интересно что здесь возможно команда джои вебер после этого выпуска как бы и скажу что вот он идеал вот выглядит это следующим образом все в коробке больше ничего нет значит у нас имеется вот такая вот решетка не самая толстая но почему бы и нет мы немножко превращаемся в техно канал также у нас есть треугольник вот это как они называют ветра защита и болты вот они сейчас будем собирать до любопытно что не положили сюда как это собирать но я думаю что у меня мозгов скорее всего хватит это сделать чем старше я становлюсь тем все больше и больше хочется сделать что-то своими руками и записать это все на камеру гриль готов ребята вот он красавец маленький миниатюрный мне кажется что очень но кстати сказать собирается вполне себе неплохо единственное что конечно на природе такое будет сделать нужно хотя бы чтобы была отвертка в целом вот так вот состоит что удобно да вот из удобного то что я уже заметил есть полочка то есть смотрите можно взять уголь поставить сюда и можно в принципе очень удобно хранить уголь все он всегда будет у вас так сказать под руками а пока я собирал немножко жарко у нас час на улице давайте попробуем квас кстати сказать производитель данного кваса это ооо динской пивоваренный завод он нас прохладный зачем теплый пить так сказать давайте выпьем за то чтобы наш гриль служил нам верой и правдой по цвету очень напоминает команда джо ребят сорян если будете смотреть без подкола запах кваса но не самый кстати сказать поганый запах оценивать качество данного кваса я не буду потому что это к сожалению далеко от идеала мой любимый квас это царский припас его сравнивать нельзя ибо он стоит один литр там 100 рублей я квас не так часто пью из масс-маркета какого-то мне даже больше нравится лицкая темная добавил 20 рублей купил там хороший хлебный вкус газация хорошая здесь немножко проваливается именно знаете как такое разведенная водой вода очень чувствуется что я считаю несомненно минусом на мы с вами сейчас соберем мангал посмотрим что он из себя представить да квас ребят честно к сожалению он не стоит на так согласись дешево лучше докинуть 15-20 рублей и даже очаково я не котирую но очаково гораздо вкуснее особенно в металлических банках так сейчас гриль мы с вами убираем этот удобный пусть пока уголь в нем постоит и мы с вами плавно переходим к мангальной теме вообще конечно я свое время по насобирал столько этих мангалов а вот они кстати сказать шампуры на что я купился то есть на мне заработали я мог сэкономить денежек но зато у меня теперь есть вот такие замечательные такие замечательные шампура вот они видите но это конечно целый квест сегодня будет как это все будет у нас крутиться но мы с вами сегодня сделаем как производители представляют это должно работать мангал мы собрали могу точно сказать что это не фольга то есть это может даже прослужит 2 3 а может то и 4 и 5 раз потому что сделано все неплохо я не просто не знаю даже как здесь можно накосячить а теперь господа а вот так вот отяженская мпк представляет себе что люди идут на природу и жрут извините за выражение по что это по-другому не назвать мясо это вот вы считаете нормально вот отяженного я вам просто показываю ваш продукт как он когда попадает в компанию что происходит с людьми вы же это делаете вам насрать вот я рассказываю вот люди приходят на природу вы видите себе это вот так употребление это вот этого мяса от которого еще воняет непонятно чем и стоит она не дешево но это вот ну не стыдно вам не я буду макать потому что я не понимаю почему я просто не почему его почему вас ленты все берут вот из-за вот этого вот я не один прибедняюсь даниил игоревич ты там далеко ушел от мяса пахнет крик не или нет то что я я придуриваюсь пахнет наташа пахнет от мяса не очень приятным маринадом именно маринадом здесь не пахнет не луком не перцем ничем это склизкое мясо непонятное ну и что что 365 а что значит вы людей форс формировайте типа этим можно говно допустим говно да и лентовский то шашлык ну это ребята моё по я теперь понимаю что лентовский шашлык стм вполне себе нормальный но нельзя так для людей делать я повторюсь что касается угля это делает о пикник надо сказать что поначалу как только появился этот угли он был вполне себе нормальный а вот сейчас и за может что-то опять же изменилось в этом году я уже его не беру что в том году это был надеюсь что все будет хорошо давайте я этом розжиг обычно не использую меня специальный стартер что это дешевле пока а вот немножко сверху нормально а потом ну этого будет достаточно да я думаю в гриль насыпем тоже замечательного угля а все здесь пошло да уже по моему вот ребят но к сожалению вы знаете я даже не могу на 365 поругаться просто сейчас все уголь так делают даже дорогой мы берем там брали по 400 по 500 рублей вот вот ну как это может быть и вот здесь осталось покажи пожалуйста вот здесь нас то что все что здесь осталось это пыль это очень мелко это прогорает максимально быстро это нельзя использовать так розжиг вы знаете я вам сейчас расскажу одну интересную историю этот розжиг у нас называется от ленты как-то свое время я брал розжиг который назывался дух костра вот я хочу вам сказать ребята что нашим духом костра пахло на весь поселок люди некоторые приходили спрашивали все ли у нас в порядке потому что запах был такой я не знаю что там можно добавлять в этот дух костра чтобы потом вот нам не отмыться было в нашем поселке и так я сто лет это не делал скажу вам по правде потому что я как-то стал не любителям розжигов да наташка мы как-то эти кубики покупаем для розжига не без запаха без там пом парафин немножко есть здесь сейчас делаем на самом деле все то же самое зажигалку к сожалению использовать по назначению мы не сможем поэтому воспользуемся спичками что касается розжига он абсолютно нормальный запаха сильного это не дух костра сразу вам скажу угли взялись более-менее давайте ну естественно мясо как вы понимаете я нарезал потому что ну вы поняли да мы сделали три шашлыка три шампура вернее вот насколько можно было сделать я сделал что она отваливается вот минус этих вот шампуров у меня вот который я использую в кадре я вам хочу просто рассказать немножко ребята по поводу экономии все их дел они продаются это помощь им пур очков или к шампуришкин как-то так короче называется контора не в удобном чехле их там шесть или пять шесть штук а стоят они 900 рублей вот они вечные они у нас уже два или три года они как новые наташка да мы после каждой жарки влажным влажным а влажной салфеткой протираем и все вполне себе ок эти шампуры это не шампуры если покупаете купите один раз хороший и забудьте вы про вот эти треугольники плоская во первых удобно люля делать во вторых мясо не сваливается что вот здесь сейчас на так покажи пожалуйста я бы это при том что кусочки пришлось маленькие делать эти я переворачиваю смотрите вот она даже не осветишь вот вы понимаете да удобство вот данных вот видите все проворачивается типа вот это удобно вот видимо будем вот так друг на друга ставить сейчас уже займемся грилем что касается гриля все нормально решетка стоит только зачем можно купить одноразовую такой вот мангал за 200 за 150 рублей по вам в магните по 90 рублей продается купить решетку тоже 365 на один раз это дешевле вот здесь какой смысл дано так крышка не закрывается то есть по сути это просто мангал как бы я не знаю ребят для чего это создано но мы с вами так сейчас обжарим кусочки курицы вы знаете когда мы находимся на даче готовим мясо все всегда набегают потому что ароматы космические соседи такие чё вы там опять грилите или опять шашлыки у вас прошу прощения дым это от гриля так вот вы знаете на мое удивление может помните была реклама вела баджо и вела риба так вот со стороны вела баджо не пахнет ничем то есть пахнет да ничем правда не пахнет нет этого шашлычного вкусного запаха вот этого поджаренного миска вот этого ароматы от маринада от всего идут вот здесь более менее пахнет курицей удобство данного гриля ребята 700 рублей еще раз повторюсь все болтается но нужно с собой щипцы брать то есть если использовать как одноразовое устройство я считаю это очень жирно если использовать как гриль на участке ну я знаю что на авито точка ру условно если но дорого выбор да на авито можно найти юзанный поверьте у нас помнишь первый гриль выбор ему уже пять с половиной лет он до сих пор как новый это не реклама выбора это просто о том что скупой платят дважды я вот на себе это уже все проверил поверьте мне ждем приготовление будем все пробовать если вдруг вам будет интересно насколько мы сегодня потратились если учесть что мы не покупали бы мангал и гриль это было бы 1564 рубля а так плюсуйте 1000 то есть две тысячи пятьсот шестьдесят четыре рубля я считаю немало потому что мы делаем вылазки вот наши подборки столов да но мы не покупаем правда не считаем гриль там розжиги и тому подобное но все же все приготовилась шашлык скажу честно выглядит даже более-менее неплохо единственное говорю что вот во время приготовления вот этого ошеломляющего запаха который заманивает соседей всех на участке все подходит кину чё там скоро вот ненавижу люди которые подходят если что что там скоро да и так вот ой ты как умела на умело материться стала молодец начнем из закусочек во первых морс можно налить я очень люблю морс на самом деле скоро это конечно не морс это вода я сейчас ребят с фотку мы просто уже камеру поставили у нас пушкине есть замечательное место которое называется это good side group собственно там пицца у на момента есть там привозят морс за что я его люблю потому что клюкве вообще клюквенный морс я раньше где в детстве не понимал прикола это много этого жмыха да вот это все вот ты прям его ешь прям вкусный вот здесь и он он невероятно густой вот здесь вот цвет но начнем мы с с вами с соленья вообще кэш по идее здесь надо было еще 365 взять алкоголь ну не знаю если вдруг это зайдет мы летом вот нам прикольно это делать низ в следующий раз азбуку хочется тронуть и подороже на что-то набраться а потом можно и каждый день протестить там дешевле где мы ребята поняли что каждый день цены в разы дешевле чем 365 на некоторые позиции огурцы ассорти от 365 я вам скажу так что я невероятное количество перепробовал и маринованных огурцов и маринованных помидорок можете мне поверить так как мы рейтинг делали я вообще маринованное это все люблю это не сравнится с бандюэлем это не средства 6 соток с дядей ваней по-берлински которые я очень люблю но это нормально и это опять же не домашние вот помнишь как вот у нас домашние то всегда вот но в целом это нормально если ведь огурцах они мне совсем не понравились то есть они очень сильно уксусные там прям уксус в уксусе а помидоры они видимо из-за того что все-таки закрыты в этой пленке они слегка кислые помидорки вообще отлично я бы отдельные взял и было бы прям хорошо и замечательно дальше у нас с вами идет голландский сыр и здесь надо сказать что для них делает голландский сыр это просто любопытно это для меня я сейчас говорю но может быть кому-то тоже будет интересно так это город ижевск ува молоко то есть это абсолютно другой производитель голландского у нас три экземпляра уже до которой мы и все абсолютно разные давайте посмотрим что у них за голландский сыр запах более-менее у нас был голландский сыр от красная цена пятерочка он там вкуснее но это нормально это не тот 365 который мы брали в первый раз нет ребята это вполне себе годно он с другой стороны как бы у нас и не стоит ошибка супер дешево потому что он нам обошелся в 159 рублей хотя это за 300 грамм они за 200 грамм это вполне себе сносный нормальный сыр вот мы сейчас говорили за кадром что если это потереть вот это знаете с чесноком с майонезом на этот на помидорку положить на лист положить все это съесть или в картошечку кстати сказать картошечку же нормально будет или нет и в картошечку и прям на песня будет правда сыр хороший молоко чувствуется что очень важно молодцы ребята кто делает для них это хороший на мой взгляд продукт следующий давайте по закусочки еще пройдемся это например у нас селедка я вообще сказать честно по массы не люблю еще раз повторюсь для меня самая лучшая селедка которая делает на так я пока вкуснее не встречал с горчицы ты делаешь ну просто ну может быть в одну из подборок сделаем ее а может мы уже даже и делали я не помню но это невероятно вкусно запах очень сильно пахнет маслом и чуть-чуть селедкой что касается данной селедки это полнейшая туфта выброшенные деньги это невероятно пересоленное масло это вкуса сельди нет abs от слова совсем то есть она превращается в кашу вот есть хорошие экземпляры которые продают там санта брэмор делает да или брэмор как это правильно вич неплохо делает по моему еще есть какие-то ребята которые делают это от океаник атлантика когда такой да это к сожалению ни в какие ворота не лезет есть это невозможно сколько бы это не стоило очень солено остается ощущение хочется забить чапан кто это делает а делает ребята это у нас о камея альфа россия 5 город пушкин улица автомобильная дом 6 я даже знаю где это а вот сейчас обидно было я здесь значит нахваливаю свой родной город пушкин а кто-то делает вот такое плохой продукт у нас пушкине смешно ну ребят ну нет ну чего чего портите все чего портите мою картину мира я людям рассказываю как хорошо приезжайте к нам в гости у нас классные парки а вы такую сель делаете это вообще нормальные вы люди нет если говорить серьезно вообще абсолютно сто процентов нет и теперь можно немножко слегка прерваться на такие все закусочек поели можно начать есть шашлык питом и также подогрели вот оно мясо вы знаете честно скажу выглядит ты не прям не сказать что очень плохо вот такие вот замечательные вилки давайте сейчас снимем теперь это можно как у как приспособа для того чтобы проверять насколько мягкое мясо например на итак миску давайте во-первых жарилась она 15-20 минут ибо вообще проблемы были с тем что с него капало видно что она готова конечно ну что ж давайте наколим кусочек мяса и попробуем его вначале так да нет пахнет углями то есть пахнет просто как тут ну мясом маринадом не пахнет я люблю чтобы немножко чуть-чуть уксуса было я значит многие скажут и уксус боже мой мнение мне нравится немножко оттеняющая такая кислинка давайте попробуем шашлык от компании отяшева знаете что хочу сказать я рад действительно рад я не думал что это скажу но с каждым выпуском я понимаю что лозунг который скорее всего надо им брать вот ну правда это постоянство признак мастерства они не разочаровывают потому что и так уже все разочаровано куда уже дальше и ты вроде как то все ребята остались на том же уровне ребятки родные если говорить серьезно блин это пересолено очень сильно и вы знаете за что мы и вы скажете ну чё ты докапываешь до 365 какая разница это типа для тех у кого денежек мало я прекрасно понимаю ребята я ни в коем случае не прибедняюсь тут не хайперс на этой теме вы меня только правильно поймите я вам пытаюсь объяснить что это не значит экономия от слова совсем то есть еще раз двести восемьдесят три рубля вы с вы платите за вот это мясо если без маринада учесть это не шея вы видели как это нарезано это нарезано по-скотски я считаю вот такие куски это мы не нарезали вот этими замечательными ножами да разрезали хорошо ладно это съедобно это съесть можно но это надо запивать тогда отяшево надо как-то попрокачивать тему каких-то напитков чтобы люди еще вдобавок там покупаешь килограмм мяса тебе вдобавок 50 процентов на какую-нибудь воду например дают чтобы люди это запивали двести восемьдесят три рубля за окорок конечно шею на эти деньги мы с вами не купим я прекрасно понимаю потому что там 300 ну в ленте 330 340 если скидки бывают иногда хорошо купи окорок нарежь его кусками возьми исключительно соль исключительно перец порошковый капни немного аджики недорогой перемешай все не надо настаиваться не нужно делать чтобы это стояло блин целый день поверьте мне когда вы это сделаете вы можете идти сразу же на природу не париться вот с этим вырезанием вот непонятным для кого это делается для слонов что ли я не понимаю что в этом мы делали пока единственная контора которая проявила себя действительно с правильным пониманием клиента ориентированностью это волком помнишь эти шашлыки это было блин четыре года назад я не знаю может надо перетест сделать кусочек ровный до жира видно что да немножко вырезали но оставили немножко для со вдруг кому-то нравится молодцы они думают об этом ребята еще раз вы зарабатываете я сейчас обращаюсь абсолютно ко всем кто делает эти готовые шашлыки вы здесь выступаете в роли удобства и бабки вам платятся исключительно для того чтобы мне было хорошо так сделайте мне до конца хорошо нарежьте нормальные куски хорошо вы скажете вот не такие это мало вы любите слона зажаривать на гриле хорошо ладно но сделайте их ровными но вы же видели какая херня у меня сегодня на шампуре висела не очень звучит но мы с вами не на порно хаби на ютубе но это же ужасно выглядит ну подумайте вы о людях вот здесь ну вот пример возьмем но добавьте туда лучка но добавьте ну что вы написали в этом самом ешек то нахерать зачем там эти ешки нужны я ничего против не по не имею но добавьте вы уксус добавьте нужно это будет консервант я прекрасно понимаю добавьте вы туда перца побольше чесночка поработайте с этим маринадом поработайте с этим маринадом потому что люди вам платят приносят бабки именно за свою лень что им не хочется это так сделайте качественный продукт я же понимаю прекрасно что это мясо они не идут вот эта компания не идет в ленту и не покупает килограмм специально они закупают огромными партиями у них этот килограмм попал на выходе стоит рублей сто если не меньше ребят ну постарайтесь вы сделать что-то классно тогда давайте саджик и попробуем но в целом нет я еще раз это можно доесть от надо запивать это просто очень соленый и от этого не получил никого никакого вкуса элементарного перца элементарного сока лука сука лука аджика ну чё жидковата малеха мне очень понравилось честно вам скажу от каждый день аджика она у нас уже почти разошлась правда молодцы ребята как соус отлично ну пахнет неплохо кстати пахнет перцем опять же это не совсем аджика это очень вкусный соус аджика это все-таки нечто очень густое такое которое прямо нам это мне так кажется может быть я ошибаюсь это очень неплохой соус единственно нам показалось немножко да что сладости хотелось бы поменьше но немного не отбалансировано но при всем при этом семечки перца попадаются чеснок есть травы есть все сбалансировано по соли и мясо преобразилось сразу вот но тут договоритесь вы с этой конторы отяшево дайте они вам тонну привезут этого думали ну идти вы в этом но согласись и все вопросов нет так-то в целом слизко было неприятно было сегодня насаживать это да да ну это вот с мясом согласен сейчас съел ну чё-то вроде нормально даже да вот это неплохой продукта он отличается от ашановского каждый день а все-таки ашановский не такой острый согласись здесь прям пить по подпекает слегка но мне такая острота очень нравится допиток кстати сказать еще раз повторюсь я ее часто беру мы немножко подогрели давайте проверим к пите у меня нет никаких вопросов мне очень устраивает ценник за который его продают это очень неплохо чтобы сюда знаете здесь можно конверт сделать да можно просто подогреть на углях это очень неплохой продукт я не знаю просто как это можно испортить давайте следом у нас идет икра баклажаны я честно вам скажу правда не прибедняюсь люблю красную икру но порой вот это прям может переплюнуть запах овощами пахнет стоимость данной икры 34 рубля ничего плохого сказать не могу вот оно попадание в ту самую тему когда можно сэкономить я один здесь такой нет всем понравилось классная скажи классно просто бывает ты покупаешь за 90 рублей за 100 рублей эти баночки да она нормальная вполне а когда у тебя есть в сравнении тут за три четыре мы жалко что не взяли ваша на то что у них еще дешевле она молодцы ребята делают хорошо брать можно легкая кислинка немножко терпкость как она нужна вот этого от баклажанной икры в целом очень хороший продукт немаловажный момент что нету горечи все естся прям вот я сейчас правда сейчас выключится камера я вот это слопаю это прям хорошо собственно вот курица давайте раздербаним и вот она готова у нас видно что более-менее вроде ничего по поводу посуды ибо мы сегодня тоже ее взяли ну во первых конечно вот эта тарелка я не знаю вот здесь я на вот так наташу могу даже мне кажется ведь хотя она не прозрачная вилка вот я немножко я думаю сейчас возьму кусочек от ламе давайте может просто не видно да выглядит это вот так в азбуке вкуса продается посуда дядь тысяча я хочу и мне очень если вам будет это интересно черная посуда значит там целый спектр на 10 персон по моему 600 рублей это пластик я разорюсь я я хочу реально посмотреть что вот там такое я просто не не рядовой потребитель азбуки вкуса чтобы понимали я бываю там я сейчас даже вот кстати заусидится ну давайте пробовать сейчас я буду говорить абсолютно то же самое что про шашлыки я не фанат этих ведер я все время я фанат знаете когда это делается хорошо еще раз волком в пример молодцы красавцы вообще я очень люблю их продукцию это не реклама когда она бывает она дороговато так но я все равно доберу потому что это без проигрышный момент взять что-то х если по скидке это счастье соберу сардельки у них обалденные ребята если не пробовали они бывают по скидке прям я беру в морозилку закидываю когда надо положил в холодос у тебя шикарный шикарный продукт так вот с точки зрения как волком подходит до к приготовлению вот к этому еще раз они это делают с душой с чувством и с толком эта курица на кой хрен в маринад добавлять уксус почему она кислит вы что-то скрываете некачественное мясо или что я не совсем понять могу нет мне такое чувство знаете вот это вот момент когда что курицы подходят чеснок подходит можно соевый соус можно разные маринада подыграть а вот здесь почему-то было ощущение что они так свалили все это дело что было до что оставалось помидор болгарский перец я не понимаю люди родные объясните кто меня смотрит кто добавляет свежий болгарский перец в маринад вот и это же ты имею ты мне отцы расскажи пожалуйста какой в этом смысл какой он дает ароматику сколько я не пробовал болгарский перец чисто для красивой картинки маринада лимонги а ну там кстати лимон был можно это лимон так кислит не совсем понимаю легкая кислинка прикольно когда есть когда так много это все-таки перебор сама курица не более менее съесть можно это не выплевывается так же как и данный шашлык но есть одно но если вы мне скажете ну не у всех есть возможность покупать ведра зачем покупать ведра это стоит сто восемьдесят шесть рублей килограмм курицы сколько бедр бедр стоит сто шестьдесят лет а сто шестьдесят плюс минус соль перец чуть-чуть масло на решетку вы что реально думаете это будет невкусно возьмите аджику я все время это говорю я понимаю что мне сейчас будут говорить о том что вот тут речь идет об удобстве ты вечером пришел нет времени готовить но маринование мясо вот такой формат я вам честно ребята не прибедняюсь я вот приеду в воскресенье домой после съемок я заеду куплю себе куриной грудки это я прямо рассказываю что будет потрачу чтобы нарезать на два куска заправлю соевым соус не буду ничего мудрить аджики соевый соус немножко перца острого и чеснока добавлю перемешаю завакуумирую все сколько это займет времени спросите вы меня пять минут пять минут своей жизни и потом я каждый день достаю и иду на мангал кидаю жарю все за сори ночи нет ладно короче не знаю решать вам но это съесть можно ничего прям сильно зазорного нет морс пахнет ничем абсолютно водой пахнет данный морс делает фирма комплекс агро россия республика адыгея но давайте с вами поговорим об этом я думаю что у ребят есть два производства одно среднего до одного низкого что мне кажется происходит они берут клюкву они значит вываривают все это дело получается насыщенное что-то немножко сожмыхом они все это закрывать а дальше идет следующая история а что и с этим делать то они скорее всего либо они это покупают это знаете как вот так сейчас условно они в пакетики закидывают как чайные пакетики да и потом так вот в этот чан с этой кипятком кидают вот так вот четыре пакетика и пусть она настаивается ну и для полностью вкуса мы еще с вами добавим конечно до хренища сахара чтобы это хотя бы было как-то сносно ничего общего с морсом здесь нет от слова совсем я не понимаю вообще как это можно пить это просто это тупо сладкая вода если я разведу в теплой воде сахар остужу будет ровно то же самое нету ну здесь крюквы не отдает блин короче не знаю не тратьте деньги лучше купите просто воды по-другому сказать ничего не могу вот такой вот выпуск получился выводы делать исключительно только вам вы сегодня все видели все открыто я повторяться не буду если понравился данный видеоролик разумеется пробиваем палец вверх если нет дизлайкаем алексея и пишем в комментариях почему я все прекрасно понимаю подписка на канал выскочит у фонаря ссылка на инстаграм и вконтакте будет как всегда в описании до вкусных встреч пока ребят